Сегодня, 12 сентября, православные христиане вспоминают святого благоверного князя Александра Невского. Для Кафедрального собора Александра Невского это престольный праздник. Сегодня храм распахнул свои двери после росписи. Праздничную литургию провел архиепископ Белгородский Староскорский Иоанн. В праздничный день обновленный собор Александра Невского едва вместил всех прихожан. Сегодня, перешагнув порог, многие не узнали храм. Впервые почти за полвека обновили роспись. Мастера из Палиха расписали стены и купол в каноническом стиле, который отражает всю суть православия. Если мы посмотрим на любую икону, например, Богородицы Владимирской и на Сикстинскую Мадонну католическую, то мы почувствуем, что на одном мы видим просто красивую женщину. Я имею в виду католический образ. Там передана плоть, там переданы тонкие черты. А вот икона в каноническом русском стиле, она передает дух. Вот в этом, можно сказать, главное отличие этой росписи. Она позволяет человеку видеть не плоти кровь, а дух, к которому мы стремимся. Над созданием нового образа собора на протяжении полугода трудились 15 мастеров. Желто-золотые тона сделали Божий дом просторней. На стенах изображены батальные сцены из жития Александра Невского. В ярких сочных цветах художники написали евангельские сюжеты, церковные праздники, образы святых. Стены оформлены так называемым типографским золотом. По своим качествам оно ничуть не уступает настоящему сусальному. Долговечно, не темнеет, передает атмосферу торжественности. Слава тебе, Боже, на слава тебе, И святая Богородица, Стасина. Собору Александра Невского 109 лет. Он один из немногих не был закрыт в советское время. Лично я могу порадоваться тому, что был крещен, потом венчан в этом храме, потом рукоположен в священнике и 7 лет прослужил в храме Александра Невского. Прекрасно. Даже зашли и не узнали. Такая красота. Такой вот прям и звук стал лучше. Часть у него обыкновенная. Храм какой-то стал у нас огромный, воздушный. Он и до этого был красивый, а сейчас просто необыкновенный. Я рада за всех нас, за всех прихожан. Праздничную литургию провел архиепископ Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн. Мне кажется, наступил новый этап в духовном совершенствовании града Старый Оскол, потому что в храме Старого Оскола обновляются и великолепная роспись, которая и в храме преподобного Сергия Радонежского, и в храме Рождества Христова, и теперь в храме святаго-благоверного князя Александра Невского, она призывает нас к миру и любви. Ведь икона – это духовное окно из мира небесного в мир земной. Я от всей души поздравляю Старооскольцев, так как есть заступник усердный и защитник, святой и благоверный князь Александр Невский. Он постоянно заботится о вас. Важно вовремя к нему обратиться с молитвой. Оксана Шиманович, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.